Всем привет! Возникла необходимость на один день съездить в столицу нашего края Краснодар. На канале короткое видео об этой поездке. Я сейчас нахожусь на железнодорожном вокзале Адлера. Отсюда поедем на поезде 450 на Самару. Он выезжает из Адлера в 11 с копейками и приезжает в Краснодар как раз около 6 часов утра. Идеальное время. Всю успеваешь. На ранних автобусах выезжаешь в город и все дела успеваешь сделать до обеда. После обеда будешь абсолютно свободен и может быть даже в этот же день успеешь вернуться назад. Потому что автобусы ходят крайне неудобно, нерегулярно. Стоит вот пройти как сегодня ливню и все. Так, автобусы стоят. Мой поезд 2308. Путь пока не обозначен. Еще 40 минут. О, сколько у нас здесь экспонатов понаставили к чемпионату мира по футболу. Ремонтные работы сегодня ведутся по всему Адлеру. Немножко нас притопило. 40 минут у меня есть. Пойду немножко погуляю на улицу. Заодно сниму вокзальный комплекс, как он выглядит со стороны трассы, которая ведет в сторону Веселого. Гигантский объект, наверное, один из самых впечатляющих из всех объектов, с которыми познакомился, ну, по крайней мере, каждый третий-четвертый гость Олимпийских игр, в принципе, знакомятся туристы в нашем Адлере. Перебивают меня постоянно. Выйдем на улицу. О, жара! Июль месяц. Гигантский вокзал. Где наши поезда стоят? Адлер Стейшн. Огромный, конечно, комплекс, ничего не скажешь. Круто, что его построили. Мы много раз пользовались железнодорожным транспортом. Здесь у нас автостоянка. Огромная и автобусная станция. Вокзал построен на самом берегу моря. Вот эта вот темная область. За моей спиной это море черное. Вон он. Сочи светится. Камера Samsung. Поворачивать не стану. Заморачиваться. Вот сейчас коротенькое видео о том, как выглядит наш вокзал со стороны моря. За моей спиной старое здание железнодорожного вокзала Адлер. Оно, конечно, не вместило бы всех желающих посетить наш любимый город Сочи во время Олимпийских игр. Поэтому совершенно впритык к нему было построено новое здание железнодорожного вокзала. Огромный многоэтажный комплекс. Перед ним у нас сейчас интересное событие происходит. После сегодняшнего наводнения 6 июля 2018 года моют площадь. Прямо перед забивакой. Завтра матч. Четвертьфинал. Россия-Хорватия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тут сам вокзальный комплекс, как огромный музей. Просто можно приехать в Адлер, если вам очень жарко. Здесь такое прохладненькое место. И просто походить, погулять по этому замечательному вокзалу. Пуча всяких фастфудов. Огромное количество зон фудкорта. Классные зоны ожидания. В общем, можно просто гулять и наслаждаться видами. Современнейшее здание. Наш город Сочи очень красивый. Ему, конечно, эти здания не очень идут. Нам все-таки вот... Сочи это сталинский ампир. Но никак не стекло, металл. Но этот вокзал органично вписался в пространство нашего района. И стал своеобразной достопримечательностью. Тяжело найти киоск, где не будет продаваться магнит с изображением нашего вокзала. Он, конечно, уступает по популярности сочинскому железнодорожному вокзалу 1952 года постройки. Но обратите внимание, все-таки заслуживает упоминания. Хотя бы как гигантский вокзал, построенный к нашей Олимпиаде. Ох, сколько мы смеялись. Успеют, не успеют. Успеют, не успеют. Все, успели. Так, пойду гляну, где мой поезд-то стоит. На каком пути? Уже полчаса осталось. Так, поезд. Посадка один. Ну, один так один. Пойдем на посадку один. Путь один. В общем, заблудиться невозможно. Идем на посадку. О, сколько людей на посадку сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Нумерация вагонов с хвоста поезда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага. Сейчас найдем свой вагончик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...